всем привет 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 с вами канал лазаревская форела и с вами любимые форевушки елена и владимир у нас друзья сегодня хороший день у нас сегодня выходной солнечный мы идем с вами гулять мы находимся у green plaza вот на той стороне наш торговый центр и сегодня здесь увидели вот такие новые клумбы кстати вот эти цветочки скорее всего что скоро распустится обязательно с вами придем сюда и посмотрим здесь вот только бутончики то у нас знатоки цветов напишите как они называются но мы сегодня идем гулять раз такая прекрасная погода друзья у нас примерно две недели в августе была погода не очень шли дожди в общем было прохладно но и у нас на работе случилось так что-то болел кто-то был в отпуске и мы это время работали поэтому видео очень долго не было сами соскучились по видеосъемкам ну и думаю что вы тоже соскучились по нашим видеороликам надеемся что все скоро исправится и будем почаще выходить в эфир с вами но сегодня идем гулять прогуляемся и немного расскажем о предстоящей поездки в этот раз мы планируем поездку намного длиннее мы уже рассказывали в предыдущем видео очень надеемся что все будет хорошо и все отлично все будет замечательно мы поедем с вами на месяц в лазаревская но месяц это будет с пятью днями в поезде то есть два с половиной дня мы будем ехать поезде лазаревская и два с половиной дня мы будем ехать обратно и 25 счастливых дней мы будем с вами на море в общем сейчас мы уже понемножку продумываем наш гардероб гардероб конечно нужен будет любой всякий разнообразный да от купальников до курток так как планируем съездить и в роза хутор роза хутор обычно выпадает снег первых числах октября ну и бывает что там прохладно у нас кстати был опыт мы с нашими подписчиками еще с каналом юли ч юли тебе большой привет как-то поехали в октябре на роза хутор есть такое видео где мы застали снег юга юга пурга что там было поэтому мы сейчас уже более опытные знаем что надо одеваться теплее так что мы возьмем с собой обязательно вещи теплые я думаю что сезон будет у нас нынче отличный еще очень многие просили чтобы мы съездили и в конце сентября ура у нас в этом году получается и ребята выезжаем в конце сентября и будем почти до конца октября в лазаревском в общем всем вам огромный привет тем кто хочет с нами встретиться мы обязательно встретимся думаем что все очень будет замечательно мы сейчас подошли к дворцу солдатова здесь нас очень много голубей обычно у нас есть немного пшена не знаю можно кормить пшеном нельзя но птички вроде его хорошо клюют вот хотим сейчас покормить голубей сейчас я вам покажу еще фонтаны сегодня солнечная погода фонтаны выглядят просто великолепно кстати раньше когда было наше детство эти фонтаны били намного больше больше воды было или не знаю напор был больше воды но сейчас тоже красиво вот такой фонтан сейчас я вам приближу немного эти фонтанам мне кажется уже больше 50 лет точно по крайней мере в мое детство они уже были а нам уже за 50 давно да и вот они они были одно время в нерабочем состоянии но их отреставрировали таких фонтанов два здесь и они работают так выглядит нас дворец солдатова тоже очень старинное здание здесь проходили наши елки новогодние в детстве сюда ходили сюда ждали этих праздников также ходили на спектакли сюда на концерты до до сих пор сайте сюда приезжают иногда звезды наши российские мы подошли ближе ко входу пермский городской дворец культуры имени солдатова вот так вот выглядят двери двери кстати тоже старинные помню их в наше детство кое-как открывали очень с трудом открываются из дерева красного вот эти статуи ребята посмотрите большущие их просто заменили они были сделаны из бетона здесь летчик а справа летчица и они теперь металлические да раньше они были из бетона но это точная копия какие они были раньше вот летчик а с другой стороны входа летчица сейчас подойдем и посмотрим с вами их покрасили отреставрировали в общем выглядят они сейчас очень даже замечательно а то у них уже тоже отпадывали там руки нос и все проверил кепотинки поближе вам покажем ну а сейчас мы идем искать голубей пошли искать обычно здесь их очень много ну просто рано еще видимо и они не слетелись так понимаю мы перешли дорогу здесь такая небольшая дорога тихий компрос и голуби оказывается на живут вот здесь теперь под елкой голубые ели как они называются давайте покормим ухты сейчас вову склюют здесь у дворца всегда можно покормить голубей приятного вам аппетита птички ну а мы пойдемте гулять ведь выходной день пролетает так быстро и хочется все успеть а еще хочу немного сказать о жилье о жилье в лазаревском так как у нас поездка в этот раз перепланировалась так немножко потому что мы планировали ее все-таки в октябре ну сначала октября там с первого с третьего числа а получилось так что мы едем в конце сентября поэтому у нас жилье будет немного разное в общем заедем мы вначале в одну комнату но потом у нас будет переезд в другую комнату ну кому интересно оставайтесь с нами на нашем канале все увидите самим интересно как это все у нас будет я так понимаю что у нас будет абсолютно разное жилье все расскажем все покажем зашли в гости к паше знакомьтесь это паша паша показывай свои апартаменты батареи у тебя есть да греешься он какой пушистый вола не стала сюда заходить потому что него аллергия мы зашли за татьяной сейчас пойдем вместе все гулять а паша остается дома за главного паша пока пока паша мы зашли мы зашли ребята фикс прайс в общем смотрим нам надо косметичку сумочку какую-нибудь в поезд для того чтобы сложить туда стаканчики ложечки вот я смотрела вот эту вот она слишком большая они по-моему по 300 рублей они по 300 рублей где то примерно стоят в общем здесь много и гетских вот вова нашел вот такую вернее не вова а татьяна с нами рассматривали ее думаем что вот эту сумочку мы возьмем у него внизу отделение здесь отделение в общем стаканчики сложим а потом дома уже все покажем так что вот такая у нас покупка сегодня будет а так есть выбор конечно большой огромный рюкзаки есть уже к школе мы зашли в новый магазин супер лента смотрим ассортимент очень нам понравились цены смотрите вот такие улиточки всего 29 рублей 40 процентов скидка вот есть улитка греческая с курицей всего по 29 рублей улитки со шпинатом по 29 вот также здесь есть тандыр они стряпают вот такие лепешки лепешки горячие мы уже с Вовой взяли лепешечку мы взяли со шпинатом со шпинатом очень-очень горячие только что испекли вот такой тандыр золотой смотрите какой красивый также отдел кулинарии смотрите Вова набрал уже всего взяли мы два бедрышка взяли котлетку по киевски кстати всего на 99 рублей котлетка вытянула дальше подошли к рыбному отделу ребята рыба прямо как в Котельниково всякое-всякое цены есть и адекватные 21 рубль это конечно цена за 100 грамм сель Тихоокеанская соленая уже вот так красиво напасовано все есть вот на таких подложечках лосось подольский рыбокомбинат филе слабосоленое сырок рыба есть лещ ясь просто вообще глаза разбегаются пахнет Вова любит вот такую рыбку наркотик густера густера вяленая кстати стоит она 51 рубль это тоже цена за 100 грамм есть терпук 89 рублей за 100 грамм в общем витрина очень красивая тут же витрина рыба на льду смотрите какой красивый тунец цена по карте 999 99 но не тысячи же дешевле так что дорада вот еще есть форель есть форель 699 без карты написано наши любимые конфеты космос перской фабрики кондитерской сейчас по акциям 59 рублей 59 рублей конечно же за 100 грамм очень вкусные с добавлением коньяка дальше идет витрина с колбасами с разными мясными деликатесами сырная витрина витрина сыр кстати разбирают очень быстро мы вот тоже взяли вот такой новинка с окороком карат по 79 рублей сейчас такая упаковочка сыр для бутибродов творожный есть в общем отдел очень красивый все чистенько все аккуратненько вот еще сыры в нарезку сейчас я вам покажу все с вами первый раз в этом магазине его открыли буквально на днях пока нам очень все нравится покупателей мало сегодня выходной день смотрите как все ровно выставлено вышли мы из магазина супер лента в общем вот шарики висят супер лента открылась все замечательно и мы вновь гуляем в жк арсенал а в народе называют красные казармы это у нас новый район вот такие дома красивые дорога которая ведет стыка семья мы идем по бульвару советской армии присели на лавочку перекусываем вот такая вот улитка сыр и шпенат очень вкусная вообще обалденно вкусная ну естественно компот где компот здесь компот голубей кормим очень вкусные кстати вот эти пирожки улитка называется это шпинатами сыром они горячие хрустящие объедини очень вкусно очень вкусно на сегодня перекус здесь он называется бульвар советской армии всем кто сейчас кушает или собираются кушать приятного аппетита всем приятного аппетита мы здесь сидим вот с таким видом на школу школа номер 22 ее кстати отреставрировали красивая стала и мы здесь решили попробовать вот котлетку по-киевски на 99 рублей которая вытянула и бедрышки на 63 рубля два бедрышка жареные гриль так что будем все пробовать и расскажем вот так выглядит котлета по-киевски обжаренная с корочкой я сейчас буду ее пробовать внутри вот такая дырка мясо вкусное там видимо укропчик в общем можно брать иногда когда так по-быстренькому ну а Вова пробует бедрышки зажаристые 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 вкусно Вова супер так что всем приятного аппетита мы продолжаем нашу трапезу ем вот эту котлетку друзья она очень походит на волгоградскую котлету которую мы покупали на вокзале когда проезжали Волгоград и также нам подписчица приносила котлеты в общем очень-очень вкусные давно не ела даже подумала что когда поедем через Волгоград нынче наверное мы тоже прикупим такие котлетки обязательно смотрите наше видео я думаю будет интересно и конечно же мы не можем не посетить наш любимый фондей сейчас сходим фондей посмотрим новую коллекцию ну и старую заодно нам вот понравились вот такие шортики здесь кстати очень тонкие они еще стрейч есть голубенькие есть вот такие розовенькие ну вот эти просто это вообще улетные вот думаю сейчас померяем и посмотрим возможно купим так такие шорты 999 хорошие скидочки ну а эти шорты у нас получаются они стоили 1299 сейчас они 599 татьяна тоже пошла мерить ну и я по мере смотрим блузки у них сейчас хорошие цены от 399 от 399 рублей тоже летние разные всякие также у них есть очень много белья красивого яркого тут еще и купальники белье кстати от 249 там тележка едет поэтому шумно немножко разные трусики купальники сейчас посмотрим что здесь есть ну тоже белье разное домашняя одежда есть платьица есть пижамки 999 это новая коллекция с сердечками как то так фондея детская одежда кстати очень много детской одежды уже для школы также есть ранцы пеналы кому надо это вот домашние аксессуары вот такие вот есть халатики халатики стоят 2499 на зиму очень даже тепло будет в таком халатике дома в этом году очень много рябины вот сейчас идем здесь по улице смотрите уже краснеет так красиво очень красиво смотрится многие пишут что это будет значит очень холодная зима суровая птички будут клювать всю зиму всех оттенков рябина по дороге по дороге домой увидели вот такой киоск с мороженым мороженое здесь есть еще молочная продукция сметана творожная масса купили здесь себе по мороженке здоровая еда я купила себе пломбир шоколадный с ароматом кофе вот такой а Вова себе взял пломбир ермошка называется мороженое пломбир с ароматом ванили так что будем пробовать такие вот две мороженки просто мороженое киоск едим мороженое очень-очень вкусное но у Вовы более маслянистая у меня более водянистая но само вкусное у меня действительно аромат кофе есть у меня чисто пломбир сейчас здесь маленько остановились дышу можно сказать выхлопными газами вот сейчас дадим мороженое пойдем с Вами домой нужно готовить обед и сегодня на обед мы решили сварить солянку я обжарила лук морковь добавила у меня были маринованные кабачки перчик маринованный огурцов у меня не было поэтому импровизирую как-то так вот сейчас это все обжаривают тушу еще кстати добавила сюда оливочки зелененькие тоже немного порезала сейчас я добавлю томатную пасту немного сахара и будем тушить кстати лавровый лист добавила он у нас из лазаревского в этот раз поедем собираем свежего лаврового листа он очень-очень ароматный он абсолютно не такой как продается у нас в магазине вот сейчас все это перемешаю потушим минут 10 наверное и зальем кипятком кстати такую солянку мы любим варить еще на юге еще в эту солянку я немного добавлю специй совсем немного тоже из лазаревского давайте еще чуть-чуть добавим этот приправа подходит и к плову к солянке любым мясным там и с курицей блюдом а еще добавляю стебельки от укропа у меня в этот раз они дают уже аромат свой все сейчас тушим уже в принципе почти готово осталось залить воды до нужной консистенции нашей солянки ну вот наша соляночка и готова буду подавать с лимоном и со сметаной и всем нам приятного аппетита какие-то а на второе мы приготовим вот такой картофель в беконе буду готовить в духовке идею кстати мы взяли на канале Крис лайфов у Кристины Кристина огромный вам привет что-то захотелось нам тоже вот такой картошечки испробовать сейчас я еще поперчу ее немного сверху накрою фольгой поставлю в духовку примерно на час в общем спасибо вам большое за идею будем пробовать для нас это новый рецепт так скажем накрыла фольгой и поставлю уже в духовку а пока у нас стоит картофель в духовке покажу что же мы сегодня купили в магазинах купили в фикс прайсе сегодня вот такую косметичку здесь маленькое отделение большое отделение и еще одно отделение которое находится на дне вот видите там молния молния расстегивается туда можно положить допустим ложки вилки сюда допустим салфетки влажные ну здесь вот войдут и кружки и тарелки наши вот такая косметичка миленькая компактная также купила фондея себе шортики легкие стрейч думаю будут на море самое то вот такие покупки у нас сегодня поездки на море прошел час и 15 минут наша картошечка я думаю готова сейчас я поднимаю фольгу вот такая золотистая замечательная картошка очень ароматная мы сейчас будем ужинать с Вовой ну а вам всем тоже приятного аппетита обязательно приготовьте такую картошечку в духовке она тоже будет очень вкусная я думаю на мангале она конечно еще вкуснее с дымком ну и давайте сегодня я с вами попрощаюсь вот такое у нас сегодня коротенькое видео думаю скоро мы будем с вами встречаться почаще ну и всем здоровья всем удачи всем пока 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 Продолжение следует...